Так, запись пошла. Вот что это я разговариваю. Березин, снимаешь? Да, да, да. Смож хорошо слышно? Нет, я плохо слышал. Доброго дня! Мы сьогодні знову вами будем слушать провинційный огляд. Это наша рубрика. И мы витаем всех наших глядачей. И нагадуем, что это по Константински и для константинцев. Но я, до речи, хотел сказать, потому что мы много говорили про выборы. Я с Александром Ивановичем мы с ним дамовулись, чтобы все знали, что мы на выборы не идем. Что это не рекламная кампания. Чтобы сняти все вопросы. Я замечу, что, может быть, есть спортивная дисциплина, и, скорее всего, я пойду, но не пойду в мэра. Это точно. А, РУЦЕВЖРУ. Нет, я скажу, что в мэра не пойду, но есть спортивная дисциплина. Скорее всего, областной совет это будет. А областная рада? Если будет. Почему? Потому что, давайте скажем, на сегодняшний день у нас прошли выборы везде, да, и в Верховную Раду прошли, и Президента, а у нас нет областной рады. Мы все говорим, у нас не хватает вот тех территорий, поэтому областной рады не будем, поэтому у нас будет ВЦА, то, что мы про ВЦА говорили в 2014 году. Так, и ЛЦЕВЖРУ, и ЛЦЕВЖРУ, и ЛЦЕВЖРУ. Так, окрім этого, я хочу сказать, что пришли разные там зауважения, но, прежде всего, что действительно сказали, что нужно... Да, сказали, что я много руками... Смотрите, я был без рукавов, и у меня были боли руки, и они действительно занялись. Сейчас я одягнул всю руку, и то, что я тут руками шевеляю, это не. Потом сказали, что украинская мова, мы теж вважаемо треба, и мы це баженое, и мы робимо все можливо. Але демо потихоньку, мы опоногуемо. Давай, давай, ладно, мы... Нет, нет, я... Знаете как, давайте не приходить на мову, давай лучше скажем, почему мы против ГАЗа. Сейчас, это же, когда перейдем к теме. Значит, потом, что я собой задавливаю Миланченко, и потому что я беру у него интервью, а интервью... Ну, это не совсем так, я не совсем беру интервью, просто я могу... Я даю... Если вырезать, когда я просто даю информацию, и когда я ее обсуждаю, то мы, в принципе, одинаково говорим. Ну, дальше это какие съемки, я думаю, что мы всем будем противаты. Вот, и то, что сказали, что за много рекламы в провинции, мы нахуя, мы находимся в провинции. Ну, я как хайно, дивись, я как классно оселя. Я думаю, что это на факте. Мало рекламы. Давайте так, что я думаю, что мы больше провинцию так максимально рекламировать не будем. Все понимают, что это провинциальный взгляд, что это газета провинции, это та газета, частная газета, когда была одна из первых в Украине, да? Скажем так, у нее есть своя популярность, и много того, о чем мы обсуждаем, вы затем можете прочитать провинции, и даже будет интересно. В пятницу, знаете как, в пятницу в куплете, в среду в газете. Так, скажем так. Но, но, но вообще идея, практически все поддержали, сказали, классно, в пятницу включаем. Вот, иди смотрящие. Давай, делу, звоним. Поэтому это очень важно. Звоните, говорите темы, говорите замечания, давайте потихоньку будем делать реальный вот такой микс из всего, что мы можем. Значит, мы недаром показали, вот, вот, это, эту статью, Хроника Свавилья, это территория ныне строящегося, как его правильно назвали, трупного завода, или крематория. Вот здесь у нас в газете более подробно об этом сказано, вот, потому что я все не делаю там, не только там норы, все незаконно, земли брали. Но здесь, как бы, получается, что все законно, понимаете? Вот самое печальное. Но, тем не менее, мы давали только в нашей газете, мы дали письмо из прокуратуры на инициаторов, вот, в том числе и на наша редакция по расследованию, что происходило, происходит на этой территории. И нам сказали, что заведено уголовное дело по факту подделки документов. Вот. Мы пытались выяснить, что, как, ну, сказали там, в договорах какие-то нарушения, а сейчас я обратился опять в полицию, говорю, ну, чем закончится? Они говорят, у нас забрали все в область. И ясно, что, скорее всего, оно ничем не закончится. Вот. Проблема в том, что мы еще раз напоминаем, что самое главное, что это не есть решение вопроса. Решение вопроса забоя скота и создания вот таких мест утилизации биоотходов. Потому что у нас в нескольких ста метрах есть такой завод. И он, вот там фундамент, там стационарно все. На его модернизацию по отдельной экспертизе, люди, которые не связаны, это говорили, и, ну, естественно, с самого этого руководства завода, ну, два, ну, три миллиона. Ну, давайте, давайте скажем так. Есть задумки, он государственный, да? Да. Это никакое не частное ничего. И можно было провести его модернизацию, поставить новое оборудование. И мы все это понимаем. Во-первых, это совершенно другое место, давайте скажем так. Скажем так, традиционное место, где оно там и работало. Просто там надо вести до ума. А так у нас получится два завода, да? Один будет какой-то современный, о котором нам рассказывают. Второй будет старый. Оба будут существовать. Один потом начнут резать на металлом. Ну, все как всегда. Какие-то вот эти вот нюансы. Я считаю, знаете, классно тратить там 50-100 миллионов наших денег, вместо того, чтобы каким-то образом, ну, я не знаю, там, подготовить новый. Никто ж не строит два дома, или три дома, или четыре дома. Все построят один дом. Конечно, как, может быть, будем побогаче, может, мы поставим еще один такой завод, если он уходил. Давайте скажем так. Где-то, когда мы, помните, были на слушании, говорили, что для Донецкой области одного завода может не хватить, да? А когда будет, я сейчас спрашиваю, когда будет построен второй? Второй неизвестно, да? Мы все прекрасно понимаем, что привезти с Мариуполя вот эти все отходы сюда, ну, это транспортировка, цена, все эти нюансы. Я рад любому заводу, я рад любому предприятию, но давайте все-таки подходить экономически ко всем этим нюансам. И необходимо, чтобы и наши местные власти тоже думали, ведь когда у нас будет одно ОТГ, это будет наше общее предприятие, да? Если вчера мы там о чем-то обсуждали, то сегодня это будет общее предприятие. И кто будет его обслуживать, как его будут обслуживать. Опять будет на территории ОТГ будет предприятие, которое принадлежать будет непонятно кому и где им. Там очень интересно, когда мы общались с организаторами департамента экологии и зам обладминистрации, нам сказали очень простую вещь. А мы строим, мы просто создаем конкурентную среду. И тот завод, он закроется. И привели пример, как закрыл, как Бощинский не построил там, мощности стоят на Тарасовке. Ну нет, ничего, это просто конкурентная среда. А Колесникова, пока без построения еще. Подожди, расскажи, конкурентная среда. Государство, которое у нас государство, ну понимаете, вот этот маразм, когда мы сами с собой конкурируем, оно уже... Ну, я думаю, тут, конечно, ВСБУ должно вторгиться на эти вопросы. Почему? Потому что мы видели, какие происходили волнения среди жителей, среди всего остального, прифронтовая зона. Все-таки хотелось, чтобы больше было общения, больше было общения судьбы, больше объясняли. И не на уровне конкуренции государства с государством, а на уровне этот завод будет лучше, этот завод будет краще. А с другой стороны, знаете как, обидно другое. Решение уже принято, да? Решение уже пошло, а теперь обсуждать, что обсуждать, когда уже даже деньги выделены, уже... Они уже разделены. Да. Мы все время говорили, что когда выйдет народ, есть у нас служба безопасности. Вот само строительство этого завода, оно уже по себе питбуривание. Понимаете? Вот это наша статья, она получается питбуривание. И все, что мы пишем, это получается питбуривание. Так сделайте так, чтоб не было этого питбуривания. Мы же прекрасно понимаем, что уже два года вокруг этой точки происходит просто сумасшедшие какие-то вот нюансы, да? Еще вбрасывать туда горячую керосинчику, да? С 17, 18, 19, 24 года. Уже настолько привыкли себе жить. И когда мы вот, благодаря Петру Чумакову, который как бы молодец, он взял это на себя и ведет эту тему, а он нас пригласил, сказал, что там трактор, самосвал упал. Мы не успели. А то б мы сняли, как это все, что сверху там какая-то сила все-таки держит, и не до его, чтоб все упало. Ну, хрень у нас будет, чтоб не силы держали, а здоровый розум и здоровый груз. Но! Я вам хочу сказать. Вот здесь наш редактор стоит. Люди. Я приехал, и я опять окунулся в это зловоние и смрад с этого существующего костного завода. Туда продолжают возить. Там непонятно, что опять, куда они все девают. Понимаете? А то, что преступление было в 17-м году, оно не наказано. Теперь оно в Бахмуте. Мы туда, это не то. Это не то. В Бахмуте это от упас выливает банду. Но кроме этого, мы говорили, смешивание идет, очистные. Барда была и с костного завода отходы сваливались сюда. Свалка есть. Да. Это реально, реально сейчас уже 4 года. Понимаете, о чем делать? Там бы все это рассмотреть, да, довести до ума. Но ведь у нас как? Факт есть, что-то начали, не закончили, ни туда, ни сюда. И вот сейчас одни домыслы. А за 4 года просто домыслы, или там, 3 года просто домыслы. Хотелось бы, чтобы это были не домыслы. Мы даже, мы даже знаем, знаем, все вот, мне это инспекция, вот так вот, лично, мне даже люди с прокуратуры, мне говорили, кто стоит. какой высокий дядя, с прокуратуры, стоит за этим. Понимаете? И этот бред, который продолжается, сколько можно с этим АТОПАЗом носиться, которые выливают непонятно куда, все. Это индикатор реально всей нашей правоохранительной системы. Понимаете? Вот опять на прошлой неделе нашли. Ну подождите, ну АТОПАЗ, это же сильное предприятие, которое сегодня работает на то, чтобы дезинфекцию, да? Чтобы бороться с ковидом. Может не все знают, это Краматорское предприятие АТОПАЗ, по производству биоспирта, биотоплива, и отходы у них, борда называется, и они выливают их куда угодно. И вот они целый год вели у нас, и их никак не могли поймать, потому что идите ловить, они по ночам привозят. Понимаете? В общем, это квинтэссенция всей нашей правоохранительной системы. Но опять же, мы говорим, что нарушение и на костном продолжается сейчас. Пойдите посмотрите, сколько они принимают, посмотрите, что может мощности, потому что там фикция идет, абсолютная. Потому что мы знаем, что ПК Инвест должно туда водить, возит. А куда оно дальше девается? Мне лично обидно, потому что я тогда занимался радиоактивной свалкой, и у меня после этого зубы посыпались. После того, как я провалился, вот в это все, что зарывал костный завод, могильники, понимаете? Это я вообще отходил два месяца, и думаю, тут не дадут соврать. Потому что это был кошмар. Я опять, честно говоря, я подошел, и мне стало опять плохо, потому что у меня уже какая-то аллергическая реакция, когда идет. это такой смысл. А вы же понимаете, когда едешь между Дружковкой и Константиновкой, это смысл. И он говорит по ночам. Дружковка – это наша визитная карточка. Да. Это лицо. Без этого свалка никто не поймет, что уехал в Константиновку. Конечно. Поэтому мы надеемся, что мы будем искать ходы. Но я вас уверяю, что в ближайшее время мы минимально, что мы сделаем, мы напишем открытое письмо президенту. А знаете, у меня тут возникли… И это будет… Это тот минимум, который просто надо сделать. А вот у меня вопрос. Сказали о конкуренции, да? Да. Вот сегодня областная власть будет строить этот завод, а завтра республиканцы скажут, а мы что же хотим конкурировать? Да. И вложат наш хвост на завод и счет миллионов сто. И как? Ведь это… Ну, не секрет, что есть инвестор, который хочет там что-то построить. Это будет частное предприятие, которое будет давать там доходы, рабочие места и так дальше. Это не будут бюджетные деньги. Это не будут бюджетные деньги. Но мы почему-то считаем, что лучше выделять бюджетные деньги, чем… Да. В заключении этой темы… Вам понятно, да, почему мы… Чтобы вы знали, что у нас есть противогазы, и у каждого должны быть эти противогазы. Потому что мы живем в Константиновке. Вот въехал в Константинку, как это так у тебя нет противогаза? Вот поэтому мы должны понимать… Давай я говорить честно. Нам же рассказали, что это будет чистый воздух оттуда выходить. Шикарно. Да. Я даже не сомневаюсь, что до тех пор, пока будет работать первый фильтр, там будет все окей. Да. А будут ли менять фильтры? Мы же тебя запоминаем… Конечно. Затраты… Тоже будут тратиться на это. Нет, по документам их будут менять. А мы будем по запаху чуть поменяли фильтры… Нет, ну там сказано, что надо смотреть, артезианская склад там запланирована, там они газ должны брать, откуда, откуда его будут тянуть? Ну как? Через очистные… У Ринвэба… У Ринвэба… У Ринвэба… Моро-Ужнера, будет тянуть газопровод. Конечно. Поэтому там на самом деле, очень много вопросов. И мы приглашаем всех, кто там мимо проезжает, заезжайте, смотрите, контролируйте. И мы просили… Вот сколько раз приезжали там, вы поняли, что эта неделя ознаменовалась началом официальной стройки трупного завода. Для этого там небольшая подготовка была. Всё. Котлован для фундамента уже готов. Значит, самое главное, что нам обещали, что все работы будут проводиться с археологом. Археолог будет смотреть, чтобы там не было никаких остатков людей, всё-всё-всё. Какие археологи? Подожди. А вы уверены, может быть там у нас бульдозерист-археолог? Вообще-то да. Ну я вам скажу, потому что я не знаю, мы когда смотрели, но я не знаю, был ли он в недрезом состоянии, может и нет. Ну конечно, если он упал вместе с экскаватором… Может быть он задумался… Да, да, да. И его состояние вполне было… Это археологическое. Абсолютно. Он тем более подземный провалился. Это ж чуть ли не ад. Хорошо. Ну тема, тема другая. Опять, ну это абсолютная, эта неделя прошедшая, она была этим ознаменована. Это то, что наконец-то мы выходим из карантина, и самое главное, что пустили транспорт. Слава Богу, наш город, в этом плане, это неожиданно, для меня лично неожиданно, что городские власти смогли решить этот вопрос с перевозчиками, да, и транспорт ходил все время. Да, где-то там меньше, где-то там больше, по часам 10 человек, потом по пропускам, но он ходил. Для меня это удивление, потому что, конечно, это им не выгодно в перевозчиках, но вот договорились, они договорились, сказали, что и какую-то сумму будет перечислена, и тоже попросили войти в положение. Почему? Потому что можно сравнить с другими городами. Например, подожди, Вахмут вообще ничего нет. Давайте сконтакт. Если есть плюс, то нужно говорить, что да, есть. Мы говорим, да, это абсолютный плюс, это, я прям считаю, ну это просто вы привыкли смотреть по другим... Нет, мы смотрим под разным, и поэтому мы об этом говорим. Вот, но, я просто хочу сказать, всегда наша газета говорила, что лизать есть кому, понимаете, а кто-то же должен и кусать, и поэтому мы же... Поэтому мы, газета решила попробовать порезать. Ну, один метод можно, да? мы, мы просто, мы просто еще не дошли. Я так понимаю, что ты сейчас будешь укусить? Конечно. Потому что, тот же самый Бахмут, там люди, опять, им сказали, давайте выходите на маршруты, а некому. Все водители разбежались, их пока собрали. Сейчас пока начинают все это дело, в общем, ну реально, реально, все кричат, сравните Бахмут и Константин, как вот транспорт, показало, что нет. И мы можем, мы можем на хорошем уровне принимать решения. Я даже скажу так, что в этой передаче говорить не будем, но в следующей передаче обязательно расскажем. Константиновка готовит сумасшедшую бомбу, это у нас будет прорыв, это будет такая сумасшедшая реформа, я вам скажу. в Украине такого нет. Ну, мы пока не будем обижать события. Я просто, то, что я насчет укусить, но, все-таки, все-таки, вот, вчера вышел с пресс-конференции и долгое пресс-конференции, отвечал на все вопросы, городской голова, Бахмут. Понимаете? Вы знаете, и меня поразило, что, подождите, где наше, где наше руководство? А наше работает. Вы же стали сказать, работает. Я просто, опять же, зашел в декларацию, я посмотрел, вы можете себе представить, фонд заработной платы Левы, городского головы, Бахмута, за 2019 год, 400 тысяч гривен. Фонд заработной платы нашего городского головы, в три раза больше, миллион двести. Подождите. Понимаете? Секундочку. А я хотел бы сказать, а за что платить Левы? За то, что на пресс-конференции не работает? А наши не выходят на пресс-конференции, и работают. Поэтому чуть-чуть больше. Да, ну конечно, это как плюс, что не проводят конференцию, ничего не видно, ничего не некогда. Хорошо, хорошо. Теперь давайте все-таки мы обязательно, опять же, мы подошли уже к политическим фигурам и к властям, давайте говорить о выборах, потому что они на носу. А на носу барановка? Да. У меня всю программу чешется нос, я думаю, к чему это? Я думаю, к новым кандидатам. Хотелось бы услышать от наших зрителей, каких они кандидатов. да, хотя, пропонуют, может быть, кого-то обсуждить. мы опять же можем дополнить. Мы написали, мы там у нас на сайте дополняете, новых изменяете. Да, интересно. Я вам хочу сказать, тоже, эта неделя для меня внесла какую-то сумятицу, потому что мы говорили, что будет две группировки, Гнатенко и Колесников. И вот они там будет между друг другом это самое. Но я, я почему-то вот, в отличие от Александра Ивановича, мне еще только кажется, что они все-таки договорятся. Но он против. Но, я, я узнал другой. И меня, как бахмучанина, это честно говоря, я в шоке от этой новости. Я узнал, что здесь будет парашютист. Точно так, как и в Бахмуте. То есть, определенная политическая сила. Там идут, уже идут сейчас разговоры, что здесь будет человек. Да, он может быть как бы и из наших, но его никто не знает. И вот этот парашютист, там в Бахмуте победил парашютист на выборах. Это фантастика. Причем, не кого-то, а команду городского головы, которой 30 лет, его сына. Это фантастика. У нас парашютист, значит, вообще 300 процентов побеждает. Понимаете, если там смог победить от этой определенной силы, которую мы заметили в Евросоюзе. Далышащий каратит. Читайте, читайте на нашем сайте. Вы заметили явление, как бы, народу. Я не верю. Я думаю, что этот парашютист, понимаете, Константиновка из Константиновка. Здесь парашютисты не проходят. Да, он победил Ракетин, но Ракетин был свой, да? Но это уже был своим. Он показал, что он способный. А так здесь парашютисты не проходят. Тогда не было 112 канала. Он хороший канал, но не до такой степени. Я думаю, что все-таки никакие парашютисты здесь не пройдут. Не верю. Ну, если только сама королевская сюда приедет мэром города. нет, я думаю, я думаю, что именно печально, и именно здесь. А зачем тогда у нас создались ОПЗЖ? и вот даже ОПЗЖ, а другие ОПЗЖ мне говорили люди, что они против, но судя по всему сделать они ничего не смогут. Ну, я думаю, что, скорее всего, будет не местный, но и с нашим округом. Ну, может, нет. Я имею в виду парашютист, не только то, что он из вне, а то, что он поставлен этой политической силой, и в городе, фактически, малоизвестен. вот так вот. Хорошо. Я бы не спешил. Хорошо. Нет. Ну, я считаю, что, безусловно, выборы фактически начинаются через месяц. Ну, получается, да. Вот. И мы видим, что какие-то начинаются уже договорняки, какие-то уже по городу идут процессы. Мне, кстати, сказали, что не будет, скорее всего, выборы в ОТГ, а что сейчас руководство страны сказал, ну, не создали, так выбирайте по-старому. Это что пять раз он нет выбирать? Смотрите, принципиально все готово для того, чтобы ОТГ. Кабмин уже прошел эту проблему, да. Я думаю, что большинство может проголосовать там три закона, это ему 15 минут сделал проголосовать с эти три закона. Все-таки я верю в то, что все-таки ОТГ будет. ОТГ это все-таки не столько для государства, плюс, да, сколько это политическое мероприятие, которое было задеяно еще тогда в Минских домов. Минская капитуляция. Поэтому я почему-то думаю, что доведу до конца. Хотя есть огромное количество вопросов, есть нюансы, все, но, я думаю, оно будет доведено до конца и мы увидим все-таки вот тебе. Увидим. где, оказывается, там вообще был руководителем. Там очень много интересных вещей. Поэтому смотрите наши выпуски и читайте газету про Винцию. не смысл нет. А какой смысл одевать их? Это одевать их, это целый процесс. А сняли быстро, раз и все. Это будет 3 секунды. Я тебе говорю, не выдумывай, давай, одели, сняли и побежали. Смотри, смотри, нет, мы продолжаем традицию. Подожди, слушай, смотри, ну я взял себе маленькую. Смотри, смотри, значит, треугольник трубный завод, но, смотри, Саша, ты, мы все равно, мы, мышь, мышь, более свободные в своих этих самых, мы не боимся говорить. Смотри, это, на самом деле, вот, тема. надо сказать, ребята, это тема СБУ, потому что народное волнение в прифронтовой зоне, понимаешь? Вот, ну ладно, ты скажешь, я просто тебе говорю. Потом, второе, новость серьезная, что фактически карантин заканчивается, на этой неделе пустили транспорт уже даже межгородской, понимаешь? И здесь, я, я пойду, может, мы сможем даже там картинку вставить, интервью Ревы, который очень подробно говорил, все, а мы скажем, а чего наши дни не говорят, не выступают. И я посмотрел, я скажу, что я посмотрел декларацию Ревова за 19-й год, у него 400 тысяч. Ты начинаешь это, не, я свое, ты ей не будешь это говорить. ты, ты,